Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! 18 февраля Северский район отметил важную историческую дату – 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава района Адам Джарим вместе с представителями казачества и ветеранских организаций возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в память о воинах, сражавшихся на этой земле. Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате, продолжилось в стенах Дома культуры Станицы Северской. На сцене развернулось настоящее театральное действие, погрузившее зрителей в события 75-летней давности. О том, как важно сохранить воспоминания очевидцев тех страшных событий для будущих поколений, напомнил глава района. Пока еще есть люди, которые создали, принесли нам эту победу, дойдите до них, придите к ним в гости, послушайте, что они расскажут. Сфотографируйтесь с ними, запишите все, что они скажут. Переживите, проживите вот той жизнью, которую они нам сегодня подарили. С гордостью, с честью несите великое имя россияне. В торжественной обстановке произошла передача знамений эстафеты и книги эстафеты славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани, представителям районного военно-патриотического клуба «Пост номер один». Завершилось торжественное мероприятие танцевальным номером, подготовленным студентами Краснодарского краевого колледжа культуры. После выступления собравшиеся выстроили из зажженных памятных свечей число 75, в знак того, что ни одна капля крови, пролитая на кубанской земле, не была напрасной. В Станице Северской возле парка культуры и отдыха имени Пушкина прошла традиционная ярмарка выходного дня, приуроченная к Масленичной неделе. Танцами и песнями встречали посетители ярмарки творческие коллективы района. Сегодня мы сделали для жителей Станицы Северской, для наших гостей, чтобы они приехали, посмотрели, поучаствовали в этом праздничном, красочном мероприятии, блинов отведали с медом, с чаем. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы у всех все сбылось, счастья и мира. Покупатели воспользовались отличной возможностью приобрести мед, сметану и сладости к блинному столу, а также порадовать себя перед постом, мясом, рыбой, колбасными изделиями и молочной продукцией. А те, кто собирается соблюдать пост, запаслись овощами, фруктами, крупами и соленьями. Свою продукцию представили как известные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. И иногда утром встаешь, жирок есть. Раз есть жирок, значит уже молоко неплохое. Обеспечение населения района продукции высокого качества по доступным ценам от кубанских производителей является главной целью района и местной власти. Полезную продукцию нужно людям доводить. Поэтому мы очень рады, что нас сюда позвали и мы ездим сюда уже практически полгода, принося людям здоровье. Изюминкой масляной ярмарки стали вкусные блины и ароматный чай из настоящего самовара. Мы принесли сюда настоящий самовар? А по-другому нельзя, потому что это настоящая масленица. В прошедшие выходные Северский район встретил весну. Масленичные гуляния прошли по всему району и в каждом поселении по-своему. Шумный праздник с песнями, танцами и угощениями в ульском городском поселении не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. Хоровод, сожжение главного атрибута чучела масленицы и задорные песни приблизили всех к долгожданному весеннему теплу. По-настоящему традиционная масленица прошла в Станицыно-Водмитриевской. Казаки и казачки в традиционных костюмах проводили зиму по старым кубанским обычаям. И еще раз подтвердили старую кубанскую поговорку – как гуляют казаки, не гуляет никто. Мы съехали со всего края люди, с Белореченского района, с Услабинского района, с Анапы, с Геленджика приехали хлопцы, с Хутора Крупского у нас большая группа, с Славянска на Кубани. Вот нас приехали поддержать наши браты и товарищи с запалом, у нас рубка шашкой была добрая. Только что был кулачный бой от души и младшее поколение, и старшее. Вот она передача традиции, вот оно поколение в поколение. Ну вот, слава Богу, что мы казаки, чтобы наши деды нам сохранили эти традиции, и мы их теперь сможем нести и дальше следующим поколениям. Исторически сложившиеся традиции и обычаи на Кубани особенно чтут и берегут. И эта память помогает нам не только помнить о том, кто мы есть на самом деле, но и смотреть в будущее. В администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. На повестку дня было вынесено четыре вопроса. Заместитель главы администрации Абрек Наш, курирующий деятельность сельского и лесного хозяйства, доложил о состоянии животноводства на территории района. По итогу выступления глава района отметил о необходимости усилить работу в увеличении численности мясного поголовья скота, а также помогать сельхозхозяйственным товаропроизводителям и гражданам в получении государственной поддержки с целью обеспечения района качественными продуктами животноводства в необходимом количестве. Об итогах социально-экономического развития района за 2017 год рассказала начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования Ирина Грессель. В районе реализуются стратегии социально-экономического развития до 2020 года. Она определяет приоритетные направления для комплексного развития района. Адам Джарин поручил проводить мониторинг данного направления не реже двух раз в неделю, так как именно мониторинг позволяет постоянно отслеживать меняющиеся с течением времени потребности населения и выявлять проблемы развития территории. Особо остро на планерке обсуждалось проведение ремонтных работ, состояние дорог и наведение санитарного порядка на территории подведомственной Северскому ДРСУ. По данному вопросу доложил директор Северского дорожного ремонтного строительного управления Юсуф Чесибиев. Также главы поселения обсудили с Юсуфом Аскеровичем возникшие проблемы. Коллеги, на улице зима, но тем не менее у нас ни снега, ни мороза нету. И все, что выбрасывается, оно с дороги видно. Что на обочине, на какие мешки, что в этих куветах, эти бутылки, склянки. Я просто еще раз предлагаю со стороны администрации усилить контроль, а со стороны ДРСУ выполнять свои обязательства. О наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администрации Ильского, Черноморского, Азовского и Северского поселений. На минувшей неделе в отделе МВД России по Северскому району для учеников школы номер 45 проведена встреча с ветераном МВД и известным коллекционером Николаем Твердохлебовым. Для ребят была организована выставка оружия, спецсредств и средств индивидуальной защиты, имеющихся на вооружении сотрудников полиции. Николай Николаевич также рассказал ребятам об истории образования полиции и о службе в органах внутренних дел. Полиция на Кубани начинает у нас появляться ориентировочно в 50-е годы 19 века, то есть в 1850-60-е годы возникает проблема, то есть на тех землях, которые идет еще Кавказская война, на тех землях, которые уже, скажем так, прочно находятся под российской администрацией, на землях проживают казаки. Юные зрители встретили мероприятие с энтузиазмом. Николай Твердохлебов продемонстрировал и подробно рассказал о коллекции современного оружия и времен казачества, о бронежилетах разных модификаций, специальных шлемах, видах дубинок и противогазов. У школьников была возможность примерить специальную экипировку и лично пообщаться с ветераном МВД. Правоохранительным органам необходимо такое средство, как пулемет. В данном случае у нас пулемет Калашникова, так называемый ручной пулемет Калашникова. Тяжелый? Ты что, беременна? Нормально, нормально. С ней не победа. Встреча прошла интересно и познавательно. Во время беседы школьники получили положительные эмоции и, возможно, кто-то из этих ребят выберет профессию сотрудника полиции. Такие мероприятия очень важны для воспитания патриотизма. Уважение к профессии полицейского являются эффективной формой профилактики правонарушений. Чемпионат по спортивной акробатике прошел в детской спортивной школе Станицы Северской. Более 200 юных спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет приняли участие в соревнованиях, первым этапом которых было первенство среди спортивных школ района. По итогам первенства сильнейшие спортсмены муниципалитета сразились за призовые места с командами из Краснодара, Тимошевска, Курганинска и Динского района. Для многих ребят чемпионат был не только состязанием краевого уровня, но и возможностью подтвердить свою спортивную квалификацию. Первый и второй юношеские разряды. Спортивный азарт и желание быть первым присущи каждому спортсмену, независимо от возраста. О том, что спорт призван объединять, а не разделять, атлетам напомнило старшее поколение. Мы верим, что скоро ваши имена прославят нашу родину далеко за ее пределами. Ну а сегодня я желаю вам заслуженных побед и пусть победит сильнейший. Гибкость, ловкость, дисциплина и целеустремленность. Маленькие чемпионы учатся всему этому с самых ранних лет, чтобы в будущем представлять честь района и края далеко за его пределами. Но самое главное, все они день за днем учатся побеждать не только в спорте, но и в жизни. Данил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман».